Доброе утро! Добрый вечер с университета Хофстер и Хемстеда, штат Нью-Йорка. Представитель Daily News, я приветствую вас на президентских дебатах. Сегодня мы услышим о Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Мы спонсированы комиссией по президентским дебатам, не коммерческой, не беспартийной организацией. Правила, принятые кампаниями, 90-минутный дебат поделены на 6 15-минутных сегментов. Мы рассмотрим три темы. Во-первых, процветание США, во-вторых, направление, в котором движется страна, и, в-третьих, обеспечение безопасности. Я буду задавать те же самые вопросы обоим кандидатам. У них будет по две минуты на ответ. Мы подождем до конца сегмента. У них будет открытая дискуссия. Мои вопросы не были предоставлены кампаниям. Аудитория согласилась хранить молчание, чтобы мы услышали то, что говорят кандидаты. Но сейчас вы можете похлопать. Мы приветствуем кандидатов. Кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон и кандидат от республиканской партии Дональд Трамп. Здравствуй, Дональд. Удачи вам. Я ожидаю, что мы рассмотрим несколько вопросов. Напоминаю, что у нас будут еще два президентских дебата. Мы обратим внимание на самые важные вопросы, согласно избирателям. Я горжусь этим моментом, но сегодняшний вечер принадлежит кандидатам. Кандидаты, мы предвкушаем рассказ о ваших позициях, о ваших ценностях и о вашем политическом курсе. Начнем. Первый сегмент – процветание США. И главное для этого – рабочие места. Существуют две экономические реальности. Рост рабочих мест и статистика демонстрирует, что доходы растут с рекордной скоростью. Тем не менее, неравенство остается серьезным фактором. И многие американцы живут от зарплаты к зарплате. Госсекретарь Клинтон, почему вы лучше, чем ваш оппонент, может создать рабочие места, которые обеспечат вас? Спасибо, Лестер. Спасибо Холстеру за то, что они принимают нас. Центральный вопрос в этих выборах сводится к следующему. В какой стране мы хотим жить и какое будущее мы хотим построить вместе? Сегодня исполняется два года моей внучки. Я поэтому много об этом думаю. Прежде всего, нам нужно построить экономику, которая работает для всех, а не только для тех, кто наверху. Поэтому нам нужны новые рабочие места, хорошие работы. И чтобы у нас росли доходы, я хочу инвестировать в вас, в ваше будущее. Это значит, что работы в инфраструктуре, в промышленном секторе, инновации, чистая энергетика взобновляемая. И также малый бизнес, потому что новые рабочие места будут созданы именно там. Также экономика должна быть более справедливой. Это значит, что мы должны повысить минимальный уровень зарплаты и гарантировать равную оплату труда мужчинам и женщинам. Я также хочу, чтобы компании делились своими доходами сотрудниками. Потому что если вы способствуете к процветанию компании, вы должны также иметь определенную выгоду от этого. Я хочу также поддерживать тех, кто пытается балансировать работу и семейную жизнь. Я знаю, что многие из вас очень трудный выбор делают, и у вас много стресса. Поэтому давайте обеспечим оплачиваемый отпуск, обеспечим бесплатное учение в колледже, уход за детьми, ясли. Как мы это сделаем? Мы это сделаем, если мы закроем лазейки для корпорации, и богатые будут платить больше налогов. И вот сегодня на сцене я вместе с Дональдом Трампом. Дональд, приветствую тебя. У нас будут дебаты, где мы будем говорить о важных вопросах, которые стоят сейчас перед нашей страной. И вы будете судить нас. Кто способен взять на себя огромную ответственность и быть президентом? Кто может внедрить те планы, которые улучшат вашу жизнь? Я надеюсь, что я получу ваши голоса 8 ноября. Госсекретарь Клинтон, огромное спасибо. Господин Трамп, тот же самый вопрос к вам. Большая зарплата для американских работников. Спасибо, Лестер. Наши рабочие места уходят, вытекают из страны в Мексику, во многие другие страны. Смотрите, что Китай делает с нашей страной в плане производства наших товаров, девальвации нашей валюты, и некому в нашем правительстве бороться с ними. И мы можем выиграть эту битву, потому что они используют нашу страну в качестве копилки для того, чтобы восстановить Китай и многие другие страны с тому же примеру. Поэтому мы теряем наши рабочие места, хорошие рабочие места в большом количестве. Если посмотреть на Мексику, где строят большие заводы, некоторые самых крупнейших, самых сложных, самых лучших заводов в мире. Если посмотреть на Соединенные Штаты, вы сами сказали, там это дело не так идет. Форд уходит из страны, их подразделения компактных машин, тысячи рабочих мест покидают Мичиган, покидают Огайо. Им больше не можно позволить себе это пускать, чтобы это происходило. Что касается ухода с детьми и многие другие вещи, мы с Хиллари согласны в этом смысле. Мы, наверное, не совсем согласны в плане цифр, сумм, количеств, и об этом, наверное, мы будем говорить позднее. Но нам нужно остановить поток рабочих мест, которые уходят из нашей страны, и компаний, которые уходят из нашей страны. Эти рабочие места воруют. Достаточно посмотреть просто на то, что происходит в Индианаполисе. Например, 1400 человек были уволены из основных заводов. По-разному, шампуней, кондиционер для волос. И что касается меня лично, я буду в очень большей степени сокращать налоги с 13,5% до 15% для компаний, как крупных, так и мелких. И это станет фактором создания рабочих мест с такой скоростью, как это мы не видели со времен Рональда Рейкона. И это будет чудесная, прекрасная картина. Многие компании останутся, многие не уедут, многие вернутся. Нам нужно будет повторно провести переговоры по нашим торговым соглашениям, и нам нужно не позволять этим странам красть наши рабочие места. Я думаю, что торговля – это важный вопрос. Конечно, мы составляем 5% всемирного населения, и мы должны торговать со всеми остальными. У нас должны быть справедливые торговые сделки. У нас также должна быть налоговая система, которая вознаграждает труд, а не только финансовые транзакции. И такой план, который предоставляет Дональд, это опять просачивание благ сверху Донису. То, что мы уже видели, это только экстремальная версия этого. Самые большие сокращения налоговые будут для самых богатых в стране. Это беспрецедентно. Это просачивание от Трампа вниз. И не так должна расти наша экономика. У нас просто совершенно расходятся взгляды о том, что является лучшим для нашей экономики, как сделать инвестиции, которые приведут к рабочим местам. И мы по-разному смотрим на этот вопрос. Я понимаю это. Дональд очень успешен в своей жизни, и он свой бизнес начинал с 14 миллионов долларов, которые он занял у своего отца, и он действительно верит в то, что чем больше богатым мы будем помогать, тем лучше это будет для всех. Но я в это не верю. У меня совершенно другой был опыт. Мой отец был бизнесмен, у него был небольшой завод по производству материала, и он каждый день ходил на работу, натягивал эти полотна и замешивал краску. И поэтому, чем больше мы сделаем для среднего класса, чем больше мы будем вкладывать в ваши навыки, в ваше образование, ваше будущее, тем лучше мы будем расти как страна. Вот какую экономику я хочу. Позвольте, я задам вопрос. Господин Трамп, вы говорите о создании 25 миллионов рабочих мест, возвращении миллиона рабочих мест обратно в США. Как же вы вернете обратно в страну отрасли, которые ушли за рубеж за более дешевые рабочие силы? Как вы поможете американским производителям вернуться? Прежде чем мы начнем эту тему, мой отец дал мне очень небольшой заем в 75-м году, и я выстроил из него компанию, которая стоит миллиарды долларов, и у нее одни из лучших активов в мире. Я говорю об этом потому, что нашей стране нужны такие же вещи, как то, что произошло с моей компанией. Девальвации, все эти страны в мире, особенно Китай. Они лучше, чем кто бы это ни был, это делают. И то, что они с нами делают, это весьма-весьма печально. Нам нужно сделать это. Нам нужно прокторно провести переговоры по торговым соглашениям, которые мы заключили с другими странами. Они забирают наши рабочие места, стимулы. Возьмем, для примера, Мексика. У них совершенно иная налоговая система, нежели у нас. Поэтому, когда мы продаем что-то в Мексику, этот налог 16% примерно. Когда они экспортируют что-то, это не облагается налогом. Это эффективное, неправильное соглашение, и соглашение существует уже много лет. И, надо сказать, при всем моем уважении к госсекретарю Клинтону, я надеюсь, что я ее не обижаю, не обижаю, очень хорошо, для меня это очень важно. Так вот, при всем уважении к госсекретарю Клинтон, когда она начала говорить об этом, она совсем недавно начала об этом говорить, а делает она это уже 30 лет. И почему же она не улучшила эти соглашения? Соглашение НАФТ совершенно неэффективное, не из-за налогов. Пожалуйста, я вас перебью. Секретарь Клинтон и другие политики должны были много лет уже назад этим заняться. Не сейчас, потому что мы создали движение. Им надо было начать это делать уже много лет назад. То, что произошло с нашими рабочими местами, с нашей страной, и с нашей экономикой в целом. И, в общем, смотрите, мы должны 20 триллионов долларов. И дальше так делать не может. Вопрос. Как же вы вернетесь? Конкретно расскажите, как вы вернетесь в рабочие места? Как вы убедите американских президентов вернуть рабочие места в США? Ну, первое, что надо сделать, это сделать так, чтобы рабочие места не уходили. Компании уходят. Я могу назвать их. Их тысячи. Они уходят и уходят в больших... Активнее, чем которые вы прежде. Хотите уехать в Мексику? Пожалуйста. Скатите дорогу. Желаю вам удачи. Но если вы считаете, что вы можете делать свои автомобили, или там пирожные печь, или кондиционеры воздуха, и возвращать их в страну, ввозить в страну, и при этом они не будут облагаться налогом, то вы не правы. И как только вы будете облагать налогом, она скажет, что политики никогда этого не делают, потому что у них есть особые специальные интересы, и особые специальные группы по интересам. Они хотят, чтобы эти компании уходили, потому что в некоторых случаях они и без владельцев этих компаний. Поэтому мы должны сделать так, чтобы они не уезжали. Позвольте, я дам возможность госсекретарю ответить. Давайте сделаем небольшую паузу и вспомним, где мы были 8 лет назад. У нас был самый худший финансовый кризис Великой депрессии с 1930-х годов. И в основном это было именно из-за той налоговой политики, которая сокращала налоги и богатых, которая не вкладывала в средний класс, которая упустила Уолл-стрит и создала идеальную ситуацию для такого провала. И Дональд Трамп как раз участвовал в этом кризисе в жилищном секторе. Он говорил как раз, что я как раз хотел бы купить... Это называется бизнес, кстати говоря. ...об сыграть на этом рынке. 9 миллионов человек потеряли свои рабочие места, 5 миллионов человек потеряли свои дома, и 13 триллионов долларов семейного благосостояния было потеряно. Мы отошли от этой пропасти, и это было нелегко нам сделать. И сейчас мы как раз находимся на таком этапе, когда мы можем нашу экономику серьезно поправить. Но нам нужно вернуться к тем политикам, к той политике, и в основном переоценить ее, которая привела к нашему провалу. Я посмотрела на нашу политику, то, что Дональд предлагает. И вот он... Если его налоговый план мы примем, который создать 5 триллионов долларов дополнительного налога, дополнительного дефицита в федеральном бюджете, если его план действительно будет внедрен, мы потеряем 3,5 рабочих мест, и у нас будет еще одна рецессия. И посмотрев на мои планы, аналитики говорят, я действительно намерена свой план внедрить, то у нас будет создано 10 миллионов новых рабочих мест, потому что мы будем инвестиции вкладывать в те сферы экономики, где может быть рост. Например, возьмем число энергетики. Мы можем быть супердержавой в числе энергетики в 21 веке. А Дональд Трамп считает, что изменение климата... Нет, я этого не говорю. Я этого не говорил. ...издольфы фантастики, что это не происходит. Мы должны взять за рога наши проблемы не только у себя, но и за рубежом. Мы можем полмиллиона новых солнечных батарей установить. Мы можем создать новую, современную электрическую сеть. Это создаст новые рабочие места, новую экономическую деятельность. Поэтому я очень конкретно предлагаю то, что мы можем и должны сделать. И я привержена тому, чтобы нашу экономику снова запустить, основываясь на том прогрессе, который у нас уже был последние 8 лет, но не так, как это... в солнечном электричестве. И мы занимались этим, и это была катастрофа. Мы огромное количество денег потеряли на компании, которая отготавливалась на солнечной панели. Я верю во все виды и формы энергии, но наша политика в области энергии – это катастрофа. Наша страна теряет очень-очень много в плане энергии, в плане выплаты нашего долга. И нельзя сделать то, что вы пытаетесь сделать, когда долг составляет 20 триллионов долларов. Администрация Обамы, в то время, когда они пришли к власти, 230 лет с лишним накапливался долг, и за 8 лет, за 7,5 лет они удвоили практически этот долг. Поэтому я вам вот что скажу. Нам необходимо гораздо более качественно выполнить работу по сохранению наших рабочих мест и по созданию стимулов для того, чтобы компании строили новые заводы и расширяли производство. Потому что они этого не делают. Мне достаточно плюнуть на Мичиган, на Огайо и на все эти места, где так много рабочих мест находится, но компании уходят, уже ушли. Я вам задам вот такой вопрос. Вы этим занимаетесь уже 30 лет. Почему вы только сейчас стали об решении этих проблем задумываться, после того, как вы уже 30 лет этим занимаетесь? Почему только сейчас? Извините, я верну назад рабочие места. Вы не можете вернуть назад рабочие места. На самом деле, я об этом уже давно думаю. 30 лет вы об этом думали, да? Может быть, не так долго. Я думаю, что мой муж хорошо в 90-х годах с этим справился. Он разработал много инвестиций. Но именно ваш муж утвердил договор НАФТО, который, наверное, самый худший договор для этой страны, который когда-либо был сделан. И наши рабочие места в производительном секторе в 90-х годах тоже увеличились. Если мы посмотрим на факты, когда я была в Сенате, до меня было сделано несколько сделок в торговых, и я как бы проверяла их на создание рабочих мест в Америке и насколько они благоприятны для национальной безопасности. Некоторые из них я голосовала. Я за КАФТО голосовала. Я некоторых голосовала. Против некоторых я тоже голосовала, как КАФТО, например. И я анализировала эти торговые сделки. Но давайте не будем думать, что торговля – это единственный вызов в нашей экономике. И у меня будет особый прокурор. Мы будем призывать к ответственности наших партнеров по торговым сделкам. И мы повысили американский экспорт по всему миру на 30%. В Китае мы повысили наш экспорт на 50%. Поэтому я знаю, как работать для того, чтобы создавать рабочие места, как повышать экспорт, который создают дополнительные рабочие места. Но того, что вы не сделали за 30 лет, за 26 лет, вы этого не сделали. И я работала госсекретарем. Ваш муж подписал договор о создании североамериканской свободной торговой зоны. И это худшее, что можно было сделать. Съездите в Новую Англию, съездите в Агайо, съездите в Пенсильванию, куда угодно, господи госсекретарь, и вы увидите разруху, где производство на 30-40, иногда на 50% рухнуло. И договор нафта, наверное, худший договор, который вообще, когда его в мире был подписан, и уж тем более в этой стране. Теперь вы говорите о транс-тихоокеанском партнерстве, вы полностью это поддерживали, и вы знаете, что если бы вы выиграли, вы победите, вы утвердите этот договор. Но ничто никогда не станет хуже, чем нас. Это просто неверное заявление. Я выступала против, потом было соглашение достигнуто. Вы назвали его золотым стандартом торговли. Вы сказали, что это лучшая сделка, лучшая договоренность, которую вы когда-либо видели. И потом вы услышали, как я об этом говорю, и вдруг вы сейчас говорите, что вы против него. Но это не факты. И я надеялась на то, что это будет хорошая сделка, но я не несу ответственность за то, что это была плохая сделка. Так это вина президента Обамы? Это вина президента Обамы? Господа госсекретарь, это что, вина Обамы? Потому что он на нем настаивал. Есть разные взгляды о том, что является выгодным для нашей страны, экономики и руководства по всему миру. И я думаю, что нам нужно посмотреть на то, что нам нужно сделать для того, чтобы снова запустить нашу экономику. Новые рабочие места, но повышение доходов, инвестиции, а не налоговые... Но у вас нет плана никакого вообще. Секретарь, у вас нет никакого плана. Нет. У меня есть план, который называется «Мы сильнее вместе». Он продается в магазинах. Я вижу, что нам нужен рост сильный, справедливый и устойчивый. Нам нужно также помочь семьям балансировать ответственность и на работе, и дома. И поэтому у нас очень, очень хороший план, целый набор мер. И эксперты согласны в том, что мой план создать 10 миллионов рабочих мест, а ваш план приведет к потере. Это крупнейшее налоговое сокращение, налоговое увеличение налогоставок в истории. Вы приведете к тому, что бизнес уйдет от страны. Ваши нормы и положения – это катастрофа, и вы при этом зарегулируете все вообще везде. И, кстати говоря, мои налоговые сокращения – это крупнейшие со времен Рональда Рейгана. Я ими очень горжусь. Они создадут огромное количество рабочих мест. Но, что касается регулирования, вы зарегулируете бизнес так, что бизнес не будет существовать. Я, Лестер, должен вам сказать, что я путешествую по всей стране. И когда я путешествую по всей стране, и что больше всего нравится бизнесу, как людям? То, что я уменьшаю регулирование. Вы регулируете, зарегулируете, зарегулируете. И новые компании не могут создаваться, старые компании уходят из бизнеса, и вы хотите еще в большей степени зарегулировать. Я собираюсь уменьшить регулирование, и я собираюсь уменьшить налоги в крупном бизнесе. Вы собираетесь увеличить налоги в крупном бизнесе. Я сделаю паузу, потому что мы перейдем к следующему сегменту. Нет, я не могу не ответить на это. Я думала, конечно, что будут всякие обвинения мне предъявлены. Это факты. Вот если вы пойдете на мой веб-сайт, hillaryclinton.com, мы превратили его в сайт, который является проверкой фактов. Так что, если вам действительно интересно узнать, в чем состоят реальные факты, смотрите на моем веб-сайте. И ваш план добавит 5 триллионов долларов к нашему долгу. А то, что я предлагаю, это будет дерегулирование и подстраивание под малый бизнес. Мы заплатим за это, подняв налоги на богатых американцев, потому что они все выгоды имеют в нашей экономике. Я думаю, настало время сейчас, чтобы корпорации платили свою справедливую долю. Вы только что открыли новый сегмент. Нет, я хочу закончить. Я думаю, что мне должно быть возможность... Позвольте, я вас перебью. Идите, посмотрите на наш веб-сайт. Посмотрите на наш веб-сайт. Она собирается увеличить налоги на 1,3 триллиона долларов. Посмотрите на наш веб-сайт. И она говорит нам о том, как бороться с ИГИЛ. Посмотрите на ее веб-сайт. Она говорит нам о том, как бороться с ИГИЛ на своем веб-сайте. Я не думаю, что генералу Дагласу это понравилось. Следующий сегмент. По крайней мере, у меня план есть, чтобы бороться с ИГИЛ. Вы говорите врагу все, что вы собираетесь делать. Ваш план заключается в том, чтобы сказать врагу обо всем, что вы собираетесь делать. Неудивительно, неудивительно, что вы боретесь с ИГИЛ всю вашу взрослую жизнь. Проверка фактов на моем сайте. Я знаю, что вам есть что сказать. И мы все еще на теме достижения процветания. Хочу обсудить налоги. Фундаментальное различие касается богатых. Вы говорите, рост налогов на богатую прослойку. Я хочу, чтобы вы и дальше про это рассказали. А вы, господин Трамп, говорите об урезании налогов на богатых. Теперь, в ваша очередь, господин Трамп. Почему я призываю? Я призываю к созданию рабочих мест, потому что богатые люди создадут рабочие места, потому что они будут расширять свои компании. Будет экспансия компаний, будет огромное количество рабочих мест создаваться. И если вы посмотрите на те положения, которые я предлагаю, это здорово не для богатых, это здорово для среднего класса, потому что здорово, что компании смогут расширяться. И миллиарды и миллиарды долларов эти люди вложат в компании. И мы получим триллионы долларов из-за рубежа. Невозможно вернуть деньги, потому что такие политики, как секретарь Клинтон, не позволяют компании возвращать деньги из-за того, что налоги настолько обременительные, и бюрократия настолько сложна. Что делают компании? Они покидают нашу страну в результате. И покидают они потому, что налоги слишком высокие, потому что у некоторых из них много денег за пределы нашей страны. Вместо того, чтобы вы возите деньги назад в страну, они эти деньги заставляют работать за пределами страны. Все согласны с тем, что деньги нужно вернуть в страну. Но вместо этого они уезжают из страны для того, чтобы деньги работали там, потому что они не могут вернуть деньги в страну. У нас президент, который не может собрать их всех вместе за одним столом и сделать так, чтобы они согласились с чем-то, утвердили что-то. Республиканцы и демократы согласны с тем, что это должно сделать. Два с половиной триллиона. Я думаю, что на самом деле не два с половиной, а в два раза больше. Пять триллионов долларов, которые мы не можем вернуть в страну Лестер. И при наличии небольшого количества лидерства, можно очень быстро вернуть деньги назад. И деньги эти можно использовать для того, чтобы восстанавливались разрушенные центры городов и многие другие вещи делались. Но лидерства нет. И это начинается как раз с секретаря Климпина. Хорошо, у вас две минуты. Тот же самый вопрос. Пожалуйста, расскажите, почему, какие у вас аргументы за рост налогов на богатых. А почему нет? Почему бы нет? Все вообще ошибки, которые когда-либо сделаны были, кем бы то ни было. И много будет сказано. Ничего чокнутого, ничего сумасшедшего нет в том, чтобы не позволять нашим компаниям возвращать деньги в страну. Ваши две минуты. Не перебивайте, пожалуйста, ее. Давайте снова запустим часы. Мы посмотрели на ваши налоговые предложения. И я не вижу там никаких изменений в корпоративном налогообложении. И вот те предложения, которые вы делаете, я не думаю, что они приведут к репатриации, что деньги вернутся из-за рубежа. Нет, я поддерживаю на самом деле вполне осуществимые методы выполнения этих целей. Вы предложили то, что сейчас называется лазейкой Трампа, потому что это выгодно вам и вашему бизнесу. Вы предложили... А кто назвал это лазейкой Трампа? Я впервые слышу это. Который предлагает налоговые льготы вам и вашей семье. И если вы посмотрите на то, что я предлагаю, как уже было сказано, это трамповское просачивание. Просачивание благ сверху донизу не работает. В 2008 году, в 2009 году мы это уже пробовали. Сокращение налогов для богатых не работает. И многие умные и богатые люди это знают. И они говорят, мы должны сделать свой вклад в нашу экономику, чтобы восстановить средний класс. Я не думаю, что просачивание благ работает в Америке. Я думаю, наращивание среднего класса, вкладывание в средний класс. Если мы сделаем колледж бесплатный для среднего класса, если мы поможем людей перефинансировать свои студенческие долги, вот что поможет действительно нам запустить экономику. Это будет широкий инклюзивный рост для Америки, а не дополнительные льготы для верхушки. Господин Трамп. Типичный политик. Один базар. И никаких дел. Звучит все очень хорошо. Нифига не работает. Никогда этого не произойдет. Наша страна мучается и страдает из-за таких людей. Из-за того, что такие люди, как секретарь Клинтон, принимали такие ужасные решения в плане наших рабочих мест и того, что происходит. Вот послушайте. У нас худшее возрождение экономики со времен Великой депрессии. И поверьте мне, мы все находимся сейчас в огромном пузыре. И единственное, что выглядит хорошо, это фондовый рынок. Но если поднять процентные ставки даже чуть-чуть, то и фондовый рынок рухнет. Мы находимся в огромном, толстом, жирном, отвратительном пузыре. Поэтому нам нужно быть суперосторожными. И Федеральный Резерв и Джанет Йеллен, они занимаются политикой. И именно мотивируясь политикой, они сохраняют процентные ставки на низком уровне. И как только Обама уедет с Белого дома и отправится уже на всю оставшуюся жизнь играть в гольф, вы увидите, что начнут происходить ужасные плохие вещи, потому что Федеральная Резервная Система не выполняет свою работу. Федеральная Резервная Система более политически мотивирует, чем секретарь Клинтон. Мы говорим о бренде, который должны платить американцы. И вы не обнародовали свою налоговую декларацию. Почему кандидаты это делают десятилетиями? Потому что избиратели должны знать, что будущий президент кому-то должен деньги. И кому? Разве у американцев нет права знать? Я не против того, чтобы опубликовать свои налоги. Проходит сейчас обычный аудит. Как только аудит будет закончен, они будут опубликованы. Но вы больше узнаете о Дональде Трампе, если проследите информацию о том, что я заполнил больше 100 форм, где показан доход. Я сегодня только посмотрел. Доход был заявлен в размере 684 миллиона долларов в этом году. Если бы мне 15-20 лет назад сказали об этом, что я в год заработаю столько, я был бы крайне удивлен. Но у нас страна, в которой дела идут так плохо, которую обманывают буквально все остальные, грабят все остальные страны в мире. Именно такого рода мышление нужно нашей стране. Потому что все, Лестер, у нас торговый дефицит со всеми странами, с которыми мы занимаемся торговлей. Практически 800 миллиардов долларов в год. Что это означает? Это означает, что кто обговаривает эти торговые сделки. То есть политические неумехи обговаривают эти сделки. Налоговая служба провела аудиторскую проверку ваших налогов и сказала, что вы можете обнародовать налоги. Общественность имеет право знать. Я вам сказал, я опубликую свои налоги, как только аудит закончится. Я уже 15 лет практически прохожу через аудит. Я знаю многих богатых людей, которых никогда не проходили аудит, их никогда не проверяла налоговая служба. Меня проверяет налоговая служба почти каждый год. По идее, я должен жаловаться, но я не жалуюсь. Для меня это стал практический образ жизни. Меня постоянно проверяет федеральная налоговая служба. Других людей нет. Я скажу вот что. У нас ситуация, обстановка, как в стране сложилась, которую нужно решать. Я опубликую свои налоги, несмотря на то, что мой юрист советует мне этого не делать. Как только она публикует те 30 тысяч имейлов, которые были уничтожены. Как только она это сделает, я опубликую свои налоги. Несмотря на то, что мой адвокат сказал этого не делать. И смотреть телевизор, читать газеты. И не надо, нельзя, практически говорят, что нельзя свои налоги публиковать, пока аудит не закончен. Но я все-таки это сделаю, как только она публикует свои имейлы. Позвольте, я еще раз попрошу аудиторию хранить молчание. Госэкредитарь Клиттон. Я думаю, что вы сейчас еще явились свидетелем вот этой вот подмены. В течение многих лет уже все, кто баллотируется на президента, народывают свои налоговые декларации. Все это делают. И мы знаем, что налоговая служба совершенно четко заявляет, что никакого запрета на обнародование своих налоговой деклараций нет, если вы находитесь под аудитом. Почему он не хочет их обнародовать? Я думаю, пару причин там можно найти. Может быть, он не настолько богат, насколько он говорит. И второе, может быть, он не настолько щедр, как он заявляет. И третье, мы не знаем о всех его деловых сделках, но разные расследовательные мероприятия говорят нам, что где-то 16 миллионов долларов заплатил Уолл-стриту и иностранным банкам. Или, может быть, он не хочет, чтобы все американцы, те, кто сейчас нас смотрит, знали, что он ничего не заплатил федеральных налогов, потому что, когда он пару лет назад должен был в своей налоговой декларации документы сдать на открытие казино, он обнаружил, что он не заплатил, вообще ноль налогов заплатил за содержание наших военных, наших ветеранов, на наши школы. И поэтому, я думаю, что он без особой охоты относится к тому, чтобы вся страна узнала о его реальной финансовой ситуации. Я думаю, что что-то очень важное он пытается скрыть. И эти все заявления о раскрытии финансовой информации, они не раскрывают полностью всю ситуацию. Это не налоговая декларация. И я думаю, что американский народ заслуживает знать всю правду. И я не думаю, что он вообще когда-нибудь обнародует свою налоговую декларацию, потому что что-то он там прячет. И мы будем, конечно, разные догадки строить, что он там прячет. Но я думаю, вопрос сводится к следующему. Допустим ли мы к Белому дому, человеку с такими конфликтами? Кому он должен? Вот что интересно знать. Вам он должен ответы на эти вопросы. Он также поднимает вопрос о ваших электронных почтах. Хотите ответить? Да, я совершила ошибку, используя свой частный сетер. Это точно. И если бы я знала, как все обернется, я бы этого не делала. Я не оправдываю себя. Я беру на себя ответственность за эту ошибку. Господин Трамп. Это было больше, чем ошибка. Это было сделано умышленно. Это не ошибка. Это было сделано преднамеренно. Когда ваши сотрудники ссылаются на пятую поправку с тем, чтобы их не предстоит в суде, когда один из ваших сотрудников, который организовал нелегальный и незаконный сервер, и он отказывается задавать показания, это отвратительно. И поверьте мне, что вся страна думает, что это отвратительно. Что касается моих налоговых деклараций, то из налоговых деклараций много не узнаешь. Я вам это могу сказать. Больше узнаешь из финансового раскрытия информации. И вам нужно посмотреть на финансовое раскрытие информации. Кроме того, у меня очень низкое соотношение заемных средств и собственного капитала. То сообщение 650 миллионов. Большинство моих друзей сказали, что это не так много денег по сравнению с тем, что у меня есть те здания, которые оказывались под вопросом, там то же самое было. Ничего плохого в этой истории нет, но эти здания стоят 3 миллиарда... 3 миллиарда 10 миллионов долларов. И не 650 миллионов, а гораздо меньше. Могу вам дать список банков, если вам это поможет. Список банков, прекрасных учреждений, чудесных банков. Я очень быстро могу это сделать. У меня очень низкое соотношение заемных средств в отношении и, собственно, у меня отличный доход, у меня великолепная компания. И я говорю об этом не хвастаясь. Я говорю об этом потому, что пришло время, наступило время, чтобы этой страной управлял кто-то, кто понимает, что такое деньги. У нас внешний долг 20 триллионов долларов, и страна превратилась в полный бардак. Одно дело, когда 20 триллионов долларов, и при этом инфраструктура в отличном порядке, аэропорты, дороги... У нас аэропорты, славу, как по странам третьего мира. Приземлитесь в аэропорте Минни-Кеннеди, в Нью-Йорке, в Ля-Гвардии, и прилетите туда из китайских аэропортов, из дубайского аэропорта. Вы увидите там эти шикарные, потрясающие аэропорты. И мы приземляемся в нашей стране, и наш аэропорт выглядит, как это аэропорт в странах. Хуже всего то, что мы должны 20 триллионов долларов, и у нас полный бардак. Мы даже не начали ничего. И 6 триллионов долларов мы потратили на Ближнем Востоке, согласно сообщению, о котором я только что видел, то ли 5, то ли 6, неважно, 6 триллионов долларов. Мы могли бы дважды восстановить нашу страну, вместо того, чтобы тратить деньги на Ближнем Востоке. И именно такие политики, как и секретарь Клинтон, являются причиной этой проблемы. У нашей страны огромные проблемы. Наша страна по уши в долгах. По уши в долгах. При этом нам нужна новая инфраструктура, новые школы, новые больницы, новые дороги, новые аэропорты. Новая инфраструктура, и у нас нет денег, потому что эти деньги были выброшены в помойку на реализацию ваших идей. И вы не заплатили в течение многих лет вообще никаких федеральных налогов. И еще важно здесь отметить... Эти деньги тоже были выброшены на ветер. Ваши основные претензии на пост президента, это ваш бизнес, то вот об этом стоит поговорить. Менеджер вашей компании говорит, что вы свой бизнес построили, эксплуатируя людей. И я встретила много людей, которых вы обманули, строя свой бизнес. И архитекторов вы обманули, и тех, кто устанавливает занавески, вот таких, как мой отец, которым вы отказались заплатить, когда они выполнили ту работу, которую вы им заказали. У нас вот в аудитории есть архитектор, который создал один из ваших клубов на гольф-клубе. Гольф-клуб был замечательный совершенно клуб, а вы не заплатили ему то, что ему нужно было заплатить. Может быть, он просто плохо справился с работой, и я не был доволен его работой. То же самое наша страна должна делать. Мы нашли людей, которых вы обманули в ходе своей деловой деятельности. Неужели они не заслуживают хотя бы хоть какого-то вообще извинения за то, что они сделали свою работу, а им отказались платить? И я считаю, что вот мой отец, слава богу, никогда с вами не сталкивался в бизнес-сфере, но если он на кого-то работал, он считал, что уговор дороже денег, нужно его выполнять. И вы подавали на банкротство шесть раз. Много прекрасных бизнесменов, которые ни разу не подавали на банкротство. И вы называете себя вообще королем долгов. Вы говорите о соотношении заемных средств. Вы проводите переговоры о сокращении национального долга в США. Ведь иногда нет прямого применения ваших навыков в бизнесе и к управлению страной. Но я думаю, что то, что для бизнеса плохо и для управления страной тоже плохо. Смотрите, это просто все болтовня, болтовня, болтовня для цитат. Я построил великолепную, потрясающую компанию. Одни из лучших активов в сфере недвижимости в мире, я имею в виду не только США, а если вообще весь мир брать, Европу. Компания феноменальная, потрясающая. Но иногда, четыре раза, мы использовали определенные законы, которые имеются в наличии, которые действуют. И когда секретарь Клинтон говорит о людях, которым не заплатили, прежде всего им заплатили много. Но при этом мы воспользовались законами, которые в стране. Если вы хотите изменить законы в стране, вы давно по правительству, в государстве. Поэтому, если хотите, измените законы. Я руковожу компанией. Мое обязательство сейчас сделать так, чтобы обеспечить успехом меня, свою семью, моих работников, моей компании. Именно этим я и занимаюсь. Она не говорит то, что десятки тысяч людей были, которые и есть, которые чрезвычайно довольны и рады. Я вам пример приведу. Мы на улице Пенсильвания-Авеню, прямо рядом, буквально, в двух шагах от Белого дома, открываем только что. То есть, если я не попаду на Пенсильванию, где Белый дом находится, этим каналом, я попаду на другом канал. Мы открыли почтовое отделение на год раньше срока, с большой экономией. И это должна делать наша страна. Мы строим объекты, которые обходятся в 2, 3, 4 раза больше, чем надо. Продукцию для военных мы делаем, которая обходится в разы больше, чем должна обходиться. И когда мы смотрим на бюджет, бюджет в плохом состоянии, потому что у нас есть люди, которые понятия не имеют, что делать и как закупать. Я имею в виду госзакупки. Трамп Интернешнл не только укладывается в бюджет, а тратит гораздо меньше, чем должен тратить. Мы немножечко переходим к следующему сегменту. Будем обсуждать направление, в котором движется страна. Давайте обсудим вопрос расы. Американцы говорят, что расовые отношения находятся в ужасном состоянии, включая последние инциденты убийств афроамериканцев со стороны полиции в Тулсии и в Шарлоте. Кто-то из вас, кому-то из вас придется наводить мосты. Как залечить раны страны? Вы правы. Расовый вопрос остается серьезным вызовом для нашей страны. К сожалению, расовый фактор по-прежнему определяет многое, где люди живут, какое образование они могут получить, в какой государственной школе они могут учиться. И да, он определяет, как к ним относятся в нашем уголовном, процессуальном праве. И я много примеров привести. И Тулса, и Шарлот, это всего лишь несколько из них. И мы должны одновременно сразу по нескольким направлениям двигаться. Мы должны восстановить доверие между сообществами и правоохранительными органами, полицией. Мы должны работать для того, чтобы обеспечить самые лучшие тренинги и методы работы для полицейских, чтобы они применяли силу только при острой необходимости. Все должны уважать законы и все. И закон должен уважать всех. Но, к сожалению, во многих районах дело обстоит по-другому. И поэтому с самого начала своей кампании я призывала к реформе уголовно-процессуального права. И моя реформа, я надеюсь, действительно исправит многое из того, что не работает в этой системе. Мы должны также признать, помимо тех проблем, которые мы используем и испытываем сейчас в правоохранительных органах, ведь много полицейских, которые тоже хотят реформы. Мы должны объединить сообщества для того, чтобы вместе работать над этой проблемой. Это наша общая цель. Мы должны убрать оружие с улиц, не допустить его в руки людей, которые не должны его иметь. И эпидемия насилия с применением огнестрельного оружия сейчас является большой эпидемией. Много народа гибнет, поэтому мы должны восстановить доверие, работать с полицией, чтобы они уважали сообщество, чтобы сообщество уважали их. И мы должны бороться с этим бичем насилия с применением огнестрельного оружия, которое приводит к большим проблемам. Господин Трамп, у вас две минуты. Как вы залечите эти раны? Клинтон не хочет использовать пару слов. Закон и порядок, правопорядок. Нам нужен правопорядок. У нас нет правопорядка. Не будет правопорядка, не будет страны. Я смотрю на то, что происходит в Шарлотте, в городе, который я очень люблю, город, в котором у меня инвестиции, когда я смотрю на то, что происходит в различных регионах нашей страны, и я могу просто целый список указать, и на это идет целый день. Нам нужен правопорядок в нашей стране. И, как вы знаете, сегодня меня, моя кандидатура как раз поддержал орден полиции, и практически все организации полицейских, крупный процент организаций полицейских заходит в этот орден. У нас такая ситуация, когда центральные части городов, где проживают афроамериканцы и испаноговорящие, они живут просто в аду, в бадских условиях, потому что это суперопасно. Выходишь на улицу, и тебя могут пострелить. В Чикаго тысячи, буквально тысячи выстрелов прозвучали на улицах с 1 января этого года. Тысячи людей были застрелены. Мы что, в состоянии войны, что ли, находимся? Что происходит? Мы должны остановить насилие, вернуть право в порядок в страну, и в таком месте, как Чикаго, тысячи, тысячи были людей убиты за последние годы. Около 4 тысячи людей убиты. Почти 4 тысячи людей погибли в Чикаго с тех пор, как Барак Обама стал президентом. Мы должны восстановить закон и порядок в нашей стране, и, как это будет сделано в Чикаго, принцип «остановить и обыскать». Мерджиолиан этим занимался, и это дало прекрасные результаты. Таким способом или другим способом оружие с улицы убрать, банды буквально спокойно по улицам ходят, и банды эмигрантские, и они стреляют в людей. Нам нужно проявлять бдительность, нам нужно знать, что мы делаем, нам нужно проявлять силу, нам нужно быть очень сильными. Наши полицейские сейчас в очень многих случаях боятся что-то сделать. Мы должны защищать центральные части наших городов, потому что афроамериканское сообщество уничтожается преступлением. Ваш регламент закончился, но мне хотелось бы задать дополнительный вопрос. Остановка и обыск считаются неконституционным, потому что в основном происходит профилирование в отношении черных и испаноговорящих. Это было так. Судья рассмотрел эту ситуацию. Он был настроен против полиции. Дело было забрано у этого судей. И наш новый мэр отказался это дело дальше реализовывать в суде, иначе он выиграл бы это дело. Аргумент был такой, что это тип расового профилирования. Аргумент таков, что нужно оружие забрать у этих людей, которых они есть. Это плохие люди, у которых не должно быть оружие. Это преступники, уголовные преступники. Это плохие люди. Они не должны... Когда три тысячи людей застрелены в Чикаго с января, когда четыре тысячи человек убиты оружием с тех времен, когда Барак Обама стал президентом, это в его родном городе. Нужно останавливать и обыскивать. Нужно больше полицейских. Нужно, чтобы лучшие были отношения внутри сообщества. Нет хороших отношений в сообществе. У меня в Чикаго есть недвижимость, и там ужас, что происходит. Там этого нет. Посмотрите, Чикаго это не единственное городе. Посмотрите, Фергюсон, посмотрите, другие города. Нужны лучшие отношения. Я согласен с секретарем Клинтон. В этом смысле нужны лучшие отношения между местным населением и полицией, потому что в некоторых случаях они не являются хорошими. Посмотрите на Даллас, где отношения реально изучались, и отношения были прекрасными. И потом пять полицейских были убиты в одночасье, и насильственной смертью они погибли. То есть очень плохие и дурные вещи происходят. Лестер, нам нужен правопорядок, и правопорядок нам нужен в центральных частях города, в внутренних частях города, потому что люди, на которых больше всего сказывается то, что происходит, это афроамериканцы и испаноговорящие, и очень неисповедливо по отношению к ним то, что происходит с разрешением наших политиков. Я уже слышала раньше, как Дональд на своих разных митингах это говорил. И на самом деле очень жаль, что он в таких черных красках описывает то, что происходит сейчас в афроамериканских сообществах, происходит в нашей стране. Да, много чернокожих предпринимателей нанимают людей, много предоставляют возможностей для семей, для того, чтобы они могли обеспечивать своих, своей семьи. Нам есть чем гордиться, мы должны поддерживать их. Но всегда мы должны обеспечивать безопасность наших людей. Есть правильные способы этого обеспечения, и есть неэффективные способы. И остановка и обыск, это было решено не конституционно, и это было неэффективно, потому что результативности не было. Я считаю, что насильственное преступление сейчас уже в половину сократилось, в сравнении с тем, что оно было в 90-х годах. На 40% сократилось. Мы не хотим, чтобы этот уровень рос. 25 лет у нас уже очень хорошо идет сотрудничество, но с некоторыми проблемами, с некоторыми непредвиденными последствиями. Слишком много афроамериканских и испаноязычных мужчин оказывается в тюрьме за ненасильственные преступления, и это просто факт. Если вы молодой афроамериканец, если вы делаете то же, что и молодой белый человек, большая вероятность того, что вас задержат, арестуют и посадят в тюрьму. И поэтому мы должны решать проблему расизма в нашей системе процессуально-уголовного права. Не только дело в правопорядке. Мы должны разработать план, который будет, наоборот, решать проблему чрезмерного применения законов против афроамериканцев. Слишком долго мы были бездейственны. Нам нужны программы по предоставлению второго шанса для этих людей. Также реформу тюрем в нашей федеральной системе. Мы не должны, чтобы наше государство было мотивировано наполнять эти тюрьмы доверху. И я действительно уверена в том, что разумные меры по обеспечению безопасности в сфере применения гастрельного оружия нам необходимы. И Дональд, собственно говоря, поддерживал это. Сейчас слишком много военного образца оружия у нас на наших улицах. И наши полицейские не могут даже противостоять этому. Мы не должны допускать оружие в руки тех, кто может его применить против нашего народа. И мы должны запретить продавать оружие всем, кто находится в списке возможных террористов. Если вас нельзя пустить в самолет, то, значит, вам нельзя выдавать оружие. И мы должны... Господин Клинтон, на прошлой неделе вы сказали, что нам нужно сделать все возможное, чтобы улучшить полицейское патрулирование, для того, чтобы снизить предвзятость в отношении чернокожих. Я думаю, что предубеждение это проблемы везде, не только в полиции. К сожалению, очень много людей слишком с предубеждением относятся друг к другу. Все мы должны задаваться сложными вопросами, себя спрашивать, почему я испытываю определенные чувства. А когда дело касается полиции, так как там действительно может быть летальный исход, в ходе своего первого формирования бюджета, мы выделили средства для того, чтобы бороться с этим скрытым предубеждением, предоставлять дополнительный тренинг для полицейских. Я встречалась с очень опытными начальниками полицейских департаментов несколько лет назад, и они очень озабочены разными проблемами. И у них очень много сложных проблем с разными умственными, умственными, сгалансированными людьми на улице. Им нужна дополнительная помощь, и федеральное правительство как раз могло бы предоставить им такую помощь. Я бы хотел ответить. Пожалуйста. Прежде всего, я согласен, и многие, даже в моей партии, хотят определенные права отобрать у тех, кто входит в списки наблюдений с террористами, и те, кто представляют ассоциацию НРА, это люди, которые защищают вторую поправку Конституции. Но я с этим, в принципе, согласен. И согласен категорически. Я хочу сказать о том, что именно вы использовали термин сверххищник, говоря о чернокожей молодежи. Реакция была неприятная. Вы извинились за это. Я думаю, это было далеко неудачное выражение. Вы говорите о том, чтобы забрать оружие. Я говорю о том, чтобы забрать оружие у банд, у тех, кто пользуется оружием. И мне кажется, что вы не согласны с нами. Может быть, по каким-то причинам вы не можете сказать это напрямую, но по Нью-Йорке практика остановки и обыска сильно снизила до 500 от двухсот лишним тысяч статистику убийств. И мэр Блумберг продолжал эту политику, и нынешний мэр прекратил эту полицейскую практику остановки и обыска. Хотя это очень многое сделала политика для безопасности нью-йоркцев и огромное влияние доказала. И я хотела бы здесь сказать, раз уж мы говорим здесь про мэров, вот наш сегодняшний мэр как раз заслужил то, что уровни потокности сокращаются. Проверьте, просто проверьте посмотреть на правду. Он справился с задачей, и я действительно отдаю ему должное. Два мэра, два начальника полиции, потому что это работало, и нашим сообществам нужно объединиться для того, чтобы продолжать эту работу. Понятное дело, что одно убийство это уже слишком много, но мы должны понимать причины, понимать эффективные средства борьбы и не использовать те средства, которые безрезультативны. безопасно. обеспечим безопасность наших районов, и никто не может как бы не согласиться с нами, что мы должны обеспечивать права молодых мужчин, которые живут в этих районах, мы должны работать с сообществами, с бизнес-сообществами, с религиозными сообществами для того, чтобы решать эту проблему. Это беседа о расах. Господин Трап, у меня к вам вопрос. ответить, если можно. Я хочу ответить. Пожалуйста, ответьте, потом у меня будет вопрос. Смотрите, афроамериканское сообщество, его подвели политики. Политики прекрасно говорят во время выборов, но как только выборы кончаются, они говорят, ну все, будьте здоровы, пока, увидимся через 4 года. Афроамериканское сообщество, сообщество, которое живет в центральных частях городов, с ним так плохо обращались и обращаются, с ними неправильно обращаются, их обманывают для того, чтобы получать голоса для демократических политиков. Потому что это происходит уже многие годы. И я вам скажу, посмотрите на те районы, где проживают эти меньшинства. Я по всем городам страны езжу, так что в Детройте, Филадельфии. Вы решили остаться дома, и я не против этого. Но я, в отличие от вас, ездил по всей стране. И я встречался с прекрасными людьми в этих сообществах. в этих микрорайонах. И они крайне, крайне разочарованы тем, что политики говорили и тем, что политики делали. Дональдт, сейчас вот меня критикуют за то, что я подготовлена на самом деле к этим дебатам. И да, я подготовилась. Знаете, к чему еще я подготовилась? Я готова к тому, чтобы быть президентом, и это хорошо. господин Трамп, в течение пяти лет вы продолжали слухи о том, что первый чернокожий президент США не родился в США. Недавно вы признали тот факт, что многие американцы знали уже давно, что он действительно родился в США. Почему у вас ушло столько времени на то, чтобы признать свою ошибку? Это очень просто, можно сказать. Сидни Блументаль работает в рамках компании, очень близкий друг секретаря Клинтон и Патти Дойл, руководитель ее компании избирательной во время компании, ее компании, когда она соревновалась с президентом Обамой. И вы можете посмотреть, это вы можете сверить, посмотреть передачи CNN на прошлой неделе Патти Дойл, выступала у Ульфа Блицера, говоря о том, что это произошло. Блументаль сказал, что очень уважаемый репортер по Мак-Лачи ездил в Кению для того, чтобы выяснить информацию. Они очень много трудились над этим, и так ему не получилось получить метрики связи с ворожнением. У меня здесь ничего не сорвалось. Я этим удовлетворен. Я скажу, почему я удовлетворен. Я хочу победить ИГИЛ. Я хочу создать рабочие места. Я хочу приступить к созданию прочных границ. Я хочу приступить к тому, чтобы делать то, что важно для меня и для страны. Хорошо. Я хочу, чтобы вы ответили. Я хотел бы получить ответ. Метрика была предоставлена в 2011 году, а вы продолжали слухи о легитимности президента и в 2012, 2013, 2014, аж до января. Вопрос. Почему вы пересмотрели свою позицию? Никто не настаивал на этом. Никого это особенно не волновало. Я думал, что вы сегодня задаете, конечно, вопрос, но никого это особенно не волновало. Но именно я добился того, чтобы он продемонстрировал свои метрики, свое свидетельство о рождении. И я думаю, что я хорошо справился с этой работой. Секретарь Клинтон также боролась с этим. Никто не собирался сказать, что да, она... Нет, это так, на самом деле. Сидни Блю Ментал направила журналиста. Достаточно просто посмотреть на то, что было передано по СНН, интервью с вашим бывшим руководителем компании на СНН. И она как раз в этом участвовала. Точно так же, как она не может вернуть рабочие места, точно так же она не может предоставить... Извините, я дам вам возможность ответить на это, но мы говорим о расовом залечивании Ирана. Что вы скажете американцам? Я ничего не говорю. Я ничего не говорю, потому что мне удалось добиться того, что он предоставил. Я ничего не говорю. Он должен был предоставить это давно назад. Вы говорите о том, чтобы выздороветь, о том, чтобы вылечиться. Я думаю, что я установил очень хорошее отношение за последнее время с афроамериканским сообществом. Я думаю, что вы можете сами это видеть. И я считаю, что они действительно хотели, чтобы я пришел к этому выводу. И я думаю, что я отлично справился с этой работой и оказал услугу не только стране, но и президенту в том смысле, что добился того, что президент предоставил свои свидетели. Послушайте, что он сейчас сказал. Что мы сейчас услышали? Ну, совершенно очевидно. Дональд сам признает. Он ведь знал, что он должен был здесь стоять и что Лестер будет ему эти вопросы задавать. И поэтому он постарался вот эту всю ложь о рождении президента похоронить. Но нельзя так быстро это похоронить, потому что он начинал свою политическую деятельность как раз вот на основании этой российской лжи, что наш президент, первый черный президент, не был американским гражданином. Никакого доказательства этого не было. Он настаивал на этом, однако, из года в год, потому что некоторые его, те, кто его поддерживал, они хотели его, как бы, привлечь его к себе. Они либо верили в это, либо хотели в это верить. Но не забывайте, Дональд свою карьеру начинал в 1973 году, когда Министерство юстиции подало на него в суд за расовую дискриминацию, потому что он отказывался давать в аренду свои квартиры афроамериканцам. Он хотел, чтобы все, кто на него работает, эту политику продвигали. И Министерство юстиции даже подало на него в суд за это. Поэтому у него есть длинный послужной список как раз вот такого российского поведения. И вот эта ложь с рождением президента много вреда принесла Барака Обама. Это человек очень достойный. И я видела, как он был раздражен этим, как это беспокоило его, как это использовалось против него. Но я хочу вспомнить то, что Мишель Обама сказала в своей замечательной речи на нашей конвенции демократической. Когда нас бьют, мы летаем. И Барак Обама взлетел высоко, несмотря на все попытки Дональда Трампа. Господин Трамп, вы можете ответить. Я бы с удовольствием ответил. Прежде всего, готовясь к дебатам, вы обращались с Обамой с огромным неуважением. И теперь я смотрю, как вы говорите о нем, как все чудесно, как все здорово. Так не получается. Нестыковочка здесь. Вы атаковали его. Вы даже распространяли его. Ваша компания распространяла фотографию его по некой одежде. Очень знаменитая фотография. Еще на прошлой неделе руководитель. Ваша компания сказала о том, что это так. Теперь, когда вы говорите совсем по-другому, здесь нестыковочка получается. Что касается иска, да, когда я был очень молод, я работал в компании по недвижимости моего отца и мы, и многие-многие другие в Бруклине, в Квинсии, и мы стали объектом иска, как и многие-многие другие компании в стране. И при этом риск был урегулирован. Не было признания вины, но надо сказать, что иски возбуждались против многих других компаний и неприятные, очень негативные рекламные ролики. Ваша компания делалась против меня, я этого не делаю, может быть, я просто так экономлю деньги, но я урегулировал этот иск, не признавая вины, но это был иск, аналогичный тем, которые были возбуждены в отношении многих других фирм военедвижимости. Еще один шаг я сделаю. Палм-Бич во Флориде это, наверное, самое богатое место в мире. Я открыл объект, и не было дискриминации никакой ни против мусульман, ни против афроамериканцев, ни против кого бы то ни было. И клуб этот очень и очень преуспел. Я страшно рад, что я открыл этот клуб, и мне отдают должное за то, что я сделал, чем я очень горжусь. И именно так я себя ощущаю. Следующий из сегмента называется обеспечение безопасности. Мы начнем с войны 21 века, которая идет в этой стране. Кибератаки на наши учреждения, кражи наших секретов. Кто за этим стоит? Вопрос к вам, и как с этим бороться? Я думаю, что кибербезопасность и кибервойна это будет одна из больших проблем, которые нужно будет решить следующему президенту, потому что на данный момент два разных противника стоят перед нами. Есть независимые группы хакеров, которые делают это по разным коммерческим причинам, чтобы украсть какие-то секреты и заработать на этом. Но все чаще и чаще мы видим кибератаки, которые совершают государства или государственные органы. Самый недавний случай, например, который вызывает большую беспокойность у нас, это Россия. Россия использует кибератаки против целого ряда организаций нашей страны. Я глубоко озабочена этим. Я знаю, что Дональд хвалит много Владимира Путина, но Путин здесь жесткую и занимает позицию. И вот что он сделал? Он развязал руки хакерам, чтобы они взламывали государственные файлы, чтобы они взламывали демократический национальный комитет. И недавно мы узнали, что это как раз один из тех методов, которые они предпочитают использовать для того, чтобы создавать утечку информации и создавать хаос. Кто бы это ни был, Россия, Иран или Китай, у США есть хорошие, прекрасные возможности, и мы не будем сидеть сложа руки и позволять другим воровать нашу информацию, информацию нашего частного сектора или государственного сектора. Нам нужно будет совершенно четко дать всем понять, что мы не хотим использовать все механизмы, которые находятся в нашем распоряжении, мы не хотим открытую войну на этом пространстве развязывать, но мы будем защищать наших граждан и наши противники должны это понимать, потому что мне кажется, что это была попытка попробовать нас на прочность, насколько мы готовы защищаться, и когда Дональд совершенно открыто приглашает Путина взламывать американские серверы, и когда 50 американских экспертов по кибербезопасности говорят, что он не может быть нашим главнокомандующим. Вот когда он такие заявления делает, он ведь не понимает, Господин Трамп, у вас две минуты тот же самый вопрос. Да, да, да. Я хочу сказать, что только что поддержали мою кандидатуру, и на следующей неделе больше двухсот адмиралов и генералов поддержали мою кандидатуру с тем, чтобы руководить этой страной. Это только что произошло, и многие-многие другие поддерживают мою кандидатуру, чем я очень горжусь, и только что меня служба иммиграционная также поддержала. Они никого никогда не поддерживали, только что 16500 пограничников входят в эту службу, а они поддержали меня. Поэтому, когда секретарь Клинтон об этом говорит, я генералов и адмиралов всегда предпочту политическим неумехам, которые морочили голову нашей стране в течение десятилетий. Посмотрите на то безобразие, в котором мы оказались. Что касается кибербезопасности, частично я согласен с секретарем Клинтон. Мы должны быть лучше, чем кто-либо другой, но, наверное, это не так. Я не уверен, что Россия действительно вломилась. может быть, Россия, может быть, Китай, может быть, может быть, кто-то другой, кто сидит на кровати и весит 400 фунтов. Мы не знаем, кто в ДНС, в Демократический национальный комитет электронным образом вломился. Мы знаем, что Берни Сандерс воспользовались ваши люди, Дебби Уассерман Шульц, посмотрите, что с ней произошло, и воспользовались Берни Сандерсом. Была ли это Россия, был ли это Китай, была ли это третья какая-то страна, мы не знаем. Правда заключается в том, что при президенте Обамы мы утеряли контроль над тем, что мы раньше твердо контролировали. Мы взрастили, вырастили интернет. Я думаю, что Господа Клинтон согласится со мной, если я скажу, что то, что ИГИЛ делает с интернетом, они выигрывают у нас в нашей же игре, поэтому нужно очень и очень жесткую позицию занять по кибербезопасности, по кибервойне. Это огромная проблема. У меня сын, ему 10 лет, у него компьютеры, и он так прекрасно обращается и разбирается в этих компьютерах, невозможно поверить. И аспект безопасности киберэкономики это очень жесткая и трудная вещь. И должен сказать, что мы не справляемся с той работой, которую должны выполнять. Но это справедливо и в отношении всех многих других вещей, которыми занимается государство. И кибер это лишь один из аспектов этой деятельности. вопросов, которые мы должны решать. Я разработала план по преодолению ИГИЛа, и мы будем преследовать их в интернете. Я думаю, что мы больше можем делать и задействовать наши технологические компании для того, чтобы помешать ИГИЛу и их представителям использовать интернет для того, чтобы радикализировать нашу молодежь в США или в Европе или где-то еще. Мы также должны усилить наши точечные авиаудары и создавать партнерство на местах с теми, кто в Ираке борется с ними и с их халифатом. И наши военные помогают местным властям на местах бороться с ИГИЛом. Мы их уже душим в Сирии, но мы должны также отдавать себе отчет в том, что постоянно боевики туда стекаются, что их финансирует кто-то и предоставляет им оружие. Это должен быть наш приоритет номер один, и мы должны сделать все возможное, чтобы избавиться от их лидеров. Мы целый ряд провели мер, когда я была госсекретарем, для того, чтобы устроить охоту на лидеров Аль-Каиды и Багдади. Мы тоже убрали, потому что мы должны победить ИГИЛ, мы должны сделать все возможное, чтобы помешать их пропаганде в интернете. Вы помянули ИГИЛ, и, конечно, ИГИЛ это там, но здесь американские граждане готовы на теракты на нашей территории. Вот бомбы взорвались в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, нападения в Миннесоте и Сан-Бернардино, Орландо, эти нападения. Вопрос к вам обоим. Как бы вы боролись бы с домашним, доморощенным террористом, терроризмом? Я хочу сказать одну очень важную вещь. Секретарь Клинтон говорит о том, чтобы уничтожить ИГИЛ. Мы уничтожим ИГИЛ. Президент, она говорит, президент Обама и секретарь Клинтон создали вакуум, когда они ушли из Ирака. Не нужно было входить в Ирак, но потом, когда они вышли из Ирака, это была катастрофа. И в этой катастрофе, в этом вакууме сформировался ИГИЛ. Она давно уже пытается уничтожить ИГИЛ, но ИГИЛ даже и не сформировался бы, если бы какое-то количество войск оставили бы, 10 тысяч там, ну или, может быть, немного больше 10 тысяч солдат. Тогда бы и не было никакого ИГИЛа вообще. Или, как я уже давно и долго говорю, и вы согласились с этим, потому что я вам в этом сказал, если бы мы взяли нефть, а мы должны были взять нефть, то у ИГИЛа также не было возможности сформироваться, потому что нефть стала для них основным источником доходов. И теперь они пользуются нефтью во всем этом регионе, включая большую количеством нефти в Ливии, который также стал площадкой нашей пастрофы. Я надеюсь, что все вы проверяете факты, используя наш сайт. Дональд поддерживал вторжение в Ирак. Нет, это не так. Это совершенно доказано, уже было многократно. Не так это. Он даже выступал за наши мероприятия в Ливии, и он призывал к тому, чтобы Каддафи был свергнут, несмотря на то, что он даже бизнесом с ним занимался в свое время. Но вот он постоянно это делает. Вот Джордж Дэвэй Буш создал соглашение о том, когда американские войска будут выведены из Ирака, а не Барака Обама. И единственный способ оставить наши войска там, это было новое соглашение создать с иракским правительством, а иракское правительство не готово было на это пойти. Давайте поговорим вот о том вопросе, который вы задали нам, Лестер. Что мы будем делать? Как американское правительство будет защищать? Наш народ предотвращает такие атаки. Мы должны наращивать нашу разведку, чтобы собирать всю информацию. Я горжусь нашими правоохранительными органами в Нью-Йорке, в Миннесоте, в Нью-Джерси. Они очень быстро и профессионально отреагировали на эти атаки, которые совершил Мохамми, и они его изловили. И я думаю, что мы дополнительную информацию из него получим, потому что он жив, и это будет нам выгодная информация. Мы все должны сделать для того, чтобы собирать информацию из Европы, из Ближнего Востока, а для этого мы должны теснее сотрудничать с нашими союзниками. И Дональд Трамп на самом деле безответственно к этому относится. Мы у нас за всю историю мира самая долгоживущая союз с Европой. И мы знаем, что Дональд постоянно оскорблял мусульман и у нас в стране, и за рубежом, в то время, как мы должны сотрудничать с мусульманскими странами и мусульманскими сообществами. Они на передовых. Они должны предоставлять нам информацию, которую мы другим путем не можем получить. У нас должно быть тесное сотрудничество с правоохранительными органами в этих сообществах. Мы не должны их отталкивать. Мы не должны их оскорблять. Что на самом деле делает Дональд Трамп? Но я должен ответить. Пожалуйста, ответьте. Секретарь сказала и очень категорично о том, что мы работаем. Вы много с ними работаете лет и оставили там жуткий бардак. Посмотрите на Ближний Восток. В основном по вашим руководствам. Вы начали иранскую сделку. Это еще один прекрасный сюрприз. Страна, которая готова была развалиться. Они буквально задыхались в санцех, а теперь они в каком-то момент стали крупной державой, крупной силой. Посмотрите на НАТО. Меня задали вопрос на крупном шоу о том, что я думаю о НАТО. И, пожалуйста, не давайте о том, что я бизнесмен и я преуспел, но у меня есть здравый смысл. И я должен сказать, что я о НАТО много думал. Две вещи. Первое. 28 стран, членов НАТО, они не вносят свои справедливые взносы. И второе. И НАТО должно беспокоить, если мы их защищаем, по крайней мере, они должны платить то, что они должны платить в соответствии с договором и контрактом. И второе. Я сказал очень категорично. НАТО может устареть. И я очень категорично говорил об этом. И это освещалось газетой Нью-Йорк Таймс очень точно, что крайне необычно для Нью-Йорк Таймс. Я сказал следующее, что они не сосредоточены на терроризме. И я сказал это очень категорично. Я много раз говорил об этом несколько месяцев назад. Я на первой странице Wall Street Journal сказал о том, Почитал о том, что НАТО создается крупная антитеррористическая структура. Я сказал, что это отлично. Мы оплачиваем примерно 73% бюджета НАТО. Это огромное количество денег, которое ругодит на то, чтобы другие народы защищать. Но НАТО должны фокусироваться и на терроризме. Я надеюсь, что они сделают это. И в основном это было из-за того, что говорил я и из-за моей критики НАТО. Хотя я не собираюсь настаивать на этом. Я должен сказать, что мы должны вместе с соседними странами в Ближнем Востоке и вместе с НАТО, которые должны идти за нами в Ближний Восток и выбить дух из ИГИЛа. Потому что Барак Обама, секретарь Клинтон, и поверьте мне, именно вы вывели войска. Вы даже назвали данную дату. Я не мог поверить в это. Нет, подождите, подождите. Подождите. Когда они сформировались, когда они создались, это то, чего не должно было вообще произойти. Они не должны были сформироваться. Вы говорите о уничтожении ИГИЛа, но вы были там, и вы были госсекретарем, когда ИГИЛ был младенцем. Теперь ИГИЛ охватывает свыше 30 стран, и вы собираетесь их остановить? Не думаю, что у вас получится. Многие эти вопросы, вопросы суждения, вы поддержали войну в Ираке? Что? Я не поддерживал войну в Ираке. В 2002 году. Это нонсенс, чушь газетный, которую она пропагандирует, потому что я... Вопрос у меня. Вы хотите ответить? Я был против войны. Почему ваше здравомыслие? Подождите. Я был против войны в Ираке. однако факты демонстрируют иное. Неправильные ваши данные. Ваши данные показывают, что я был прав. Когда я сделал интервью с Гаордом Стерном, я сказал, что очень вероятно, может быть, кто знает по существу. Потом я провел интервью с Нилом Кабута. Мы говорили об экономике, о том, что она более важна. Потом я говорил с Шоном Ханнеке. все отказываются разговаривать с ним. У меня были многочисленные беседы с ним на Фоксе. И Джон Ханнеке сказал, он мне на дня буквально позвонил, и я говорил с ним об этом. Он сказал, что вы были совершенно против войны, потому что он был за войну. Извините, это было до того, как война началась. Шон Ханнеке сказал, и очень категорично, мне и другим, и он готов сказать об этом снова, но никто не звонит потому, что я был против войны. Он со мной воевал из-за этого, потому что он поддерживал войну, а я был против. И я понимаю эту сторону. Я не очень хорошо ее понимаю, потому что не должны были включаться в эту войну. Никто не позвонил в Шон Ханнеке. Потом была статья в крупном журнале вскоре после того, как война началась, по-моему, в 2004 году. Сделали статью, в которой я выступал категорически против войны в Ираке, и один из ваших сограждан сказал, что то ли до, то ли после, но Трамп был против. Но если кто-то... Спросите у прессы. Если кто-то позвонит Шону Ханнеке, это было до того, как война началась. Он и я спорили о войне. Я говорил, что это ужасная, глупая, идиотская идея, которая дестабилизирует Ближний Восток. И именно это и произошло. То, что я упомянул, это то, что вы сказали в 2002 году. Вы не слышали то, что я сказал. А вопрос, чем ваше суждение отличалось от суждения госпожи Клинтона? У меня гораздо больше это даже и не обсуждается. И темперамент у меня, контроль над собственной эмоцией у меня гораздо прочнее и крепче, чем у нее. Скажите мне, она сотни миллионов долларов потратила на рекламу. Знаете, на Мэдисон, на Мэдисон, на Мэдисон, мой самый большой, крупный актив, это мой темперамент, мой настрой, мой эмоциональный настрой. Я знаю, как выигрывать. Я не знаю, как выигрывать. ВФТ, КПП на днях, за голубым экраном, не знаю, с кем вы говорили, госпожа секретарь Клинтон, но вы совершенно потеряли на собой контроль. Я сказал, вот человек, у которого контроль, контроль нет от собственного темперамента, который не может себя контролировать. Ну, давайте поговорим о двух важных вопросах, которые Дональд вкратце упомянул. Первое, это НАТО. НАТО, как военный альянс, там есть такая статья пятая, где говорится, что нападение на одного, это нападение на всех. И единственный раз, когда эта статья была применена, это был 11 сентября 2001 года, когда 28 стран НАТО сказали, что они с нами присоединятся к нам в нашей борьбе в Афганистане против терроризма. Это они делают до сих пор, плечом к плечу с нами. В том, что касается Ирана, когда я стала госсекретарем, Иран буквально находился в шаге от ядерного оружия. У них уже был цикл ядерного топлива полностью освоен, у них были тайные объекты, которые они оснастили центрифугами, и мы наложили на них санкции. Я голосовала за все санкции против Ирана, когда я была в Сенате, но этого было недостаточно. Поэтому я потратила полтора года, разрабатывая, собирая коалицию, включая Россию, Китай, для того, чтобы наложить на них самые жесткие санкции на Иран, и мы их заставили сесть за нами за стол переговоров, и Джон Керри, президент Обама, сделали сделку, которая прикрыла программу ядерного Ирана без единого выстрела. Вот дипломатия, вот наращивание коалиции, вот сотрудничество с другими странами. А вот недавно я видела, как Дональд говорил, что какие-то иранские пираты на корабле, где-то в водах Ирана, напали на американских моряков, и он сказал, вот если они издевались там над нашими моряками, я бы их бы расстрелял бы. И новую войну, может быть, война бы не началась бы. Да нет, вот там-то как раз самоконтроль и нужен, чтобы быть главнокомандующим, а не дразнить наших противников. Это они нас дразнили. И самое худшее, что Дональд Трамп говорил про ядерное оружие, он постоянно говорил, что ему все равно, если у других появится ядерное оружие у Японии, у Южной Кореи, у Северной Кореи и у других. Он говорит, что я считаю, что нам нужно все сделать для того, чтобы сократить распространение ядерного оружия. Он говорил, что если будет ядерная война в Восточной Азии, нам от этого жарко и не холодно. А на самом деле, вот его такое беспечное отношение к ядерному оружию вызывает большую озабоченность у нас. Это угроза номер один в нашем мире сейчас. И особенно, она представляет угрозу, если руки террористов попадут в ядерные материалы. То есть, человек, которого можно раздразнить твитом, он не должен допускаться к ядерным кодам, к ядерной кнопке. И мы не должны это позволить. Это все... Это уже сильно надоело, но это совсем не точно. Это не соответствует действительности. Я хочу просто ответить. Я согласен с ней в одном смысле. Единственная крупнейшая, самая крупная проблема, которая стоит перед миром, это ядерное оружие и ядерное вооружение. Не глобальное потепление, как вы думаете, и ваш президент думает. Ядерная угроза это самая крупная угроза, которая стоит перед миром. Дальше по списку. Мы защищаем Японию, Германию, Южную Корею, Саудовскую Аравию, другие страны. И они не платят нам то, что они должны нам платить, потому что мы предоставляем гигантские услуги и теряем при этом огромные деньги. Мы проигрываем буквально везде. Мы все проигрываем, во всем проигрываем. И я сказал о том, что вполне возможно, что если они не будут платить то, что причитается с них, потому что сейчас они 40 лет назад, мы не можем защищать Японию, которая... Нам нужно переходить к следующей теме. ...которая продает нам миллион автомобилей, но это очень важно. Может быть, им придется самим защищать себя, и они должны помочь нам, стране, у которой долг 20 триллионов, они должны нам помочь. Что касается ядерной угрозы, я согласен. Это самая крупная угроза, которая стоит перед этой страной. Что подводит меня к следующему вопросу. Тема обеспечения безопасности. Наше ядерное оружие. Президент Обама рассматривает возможность пересмотра подхода к возможности первого удара. Вы поддерживаете эту политику? Я должен сказать, что то, что секретарь Клинтон говорила о ядерной проблеме с Россией, она очень легко, свободно говорит о разных странах. Но Россия расширяется. У них... Они работают над своим ядерным оружием. Мы не модернизируем свое ядерное оружие. Я на днях смотрел Б-52. Это древние самолеты. На них дедушки еще наши летали, и отцы. Мы не поспеваем за другими странами. Россия модернизирует свое ядерное оружие. И я бы не согласился на первый удар. Как только наступит ядерная альтернатива, все кончится. В то же время мы должны быть готовы. Я не могу ничего снимать со стола в этом смысле. Посмотрите на некоторые из этих стран. Посмотрите на Северную Корею. Там мы ничего не делаем. Китаю надо решать эту проблему для нас. Китаю нужно отправиться в Северную Корею. Китай обладает достаточной властью и влиянием в том, что касается Северной Кореи. И еще... Посмотрите, когда вы говорили об сделке с Ираном, Иран также имеет влияние на Северную Корею. Когда эту ужасную сделку заключили с Ираном, должны были включить в качестве условий сделки то, что Иран что-то сделает применительно к Северной Корее. И нужно было что-то сделать применительно к Йемену. и к другим местам и странам. И когда вопрос к секретарю Керри, почему этого не сделали, почему не включили это в договоренности даром буквально, включая 400 миллионов долларов наличным. Этого никогда никто не видел до этого. И выяснилось, что это неправильно. На самом деле было не 400 миллионов, а миллиард 700 миллионов долларов наличными, я думаю, наверное, за заложников. Так это выглядит. Поэтому, когда я задаю вопрос, почему они правильную сделку не заключили, это одна из худших договоренностей, которые когда-либо были заключены в какой-либо из стран в истории. Сделка с Ираном приведет к ядерным проблемам. Все, что им нужно сделать, это подождать 10 лет, и у них будет ядерное оружие через 10 лет. Я встречался с Биби Нитаньяху на днях, и он тоже не очень доволен тем, что происходит. Позвольте мне начать с того, чтобы сказать следующее. Слова действительно играют важную роль, когда вы баллотируетесь на президента, и когда вы станете президентом, слова тоже имеют значение. Хочу убедить наших союзников в Японии, в Южной Корее и в других местах, что у нас есть договора о взаимной защите, и мы будем их выполнять. И наше слово много стоит. И я знаю, что возникли вопросы, возникла беспокоенность со стороны многих лидеров по всему миру. Я лично общалась со многими из них. Я хочу как бы от себя и от лица большинства американцев сказать, что нашему слову можно доверять. Также важно посмотреть на ситуацию в мире в целом. И нет никакого сомнения в том, что много разных проблем с Ираном у нас есть, но я бы лучше решала бы эти проблемы, имея крышку на их ядерной программе, плотно закрученной. А что бы он сделал? Если бы... Что бы было... Иначе, какие другие варианты? Бомбить Иран? С ними войну развязать? Нет. Теперь у нас есть доступ к объектам в Иране, которым у нас никогда раньше не было. И я думаю, что это хороший план. У Трампа есть какой-то секретный план, как преодолеть ИГИЛ. А на самом деле секрет-то в том, что плана-то и нет никакого. Поэтому мы должны очень четко формулировать наши позиции по этим вопросам, потому что все следят за президентской кампанией, пытаясь понять, что мы будем делать, можно ли положиться на Америку, будем ли мы по-прежнему идти впереди и выполнять свои заветы, соответствовать нашим ценностям. Я собираюсь стать таким лидером, на который могут рассчитывать не только в нашей стране, но и за рубежом. Я буду стремиться к укреплению мира, процветания. И, будь то за рубежом, будь то у себя в стране, мы не должны позволить тем, кто пытается дестабилизировать мир, вмешиваться в интересы американской безопасности. Две минуты закончились. Мы должны им позволить возможности такой. Я хотел бы сказать одну вещь. Пожалуйста, только вкратце. Я очень быстро. Я вам скажу вот что. Хилари скажет вам отправиться посмотреть на ее веб-сайт, посмотреть на то, как можно уничтожить ИГИЛ. ИГИЛ можно было бы уничтожить, не позволив ему создаться. Теперь становится все труднее и труднее его уничтожить, потому что ИГИЛ распространяется в все большем количестве стран. мест. И это огромная проблема. Что касается Японии, я хочу помочь всем нашим союзникам. Но мы теряем миллиарды и миллиарды долларов. Мы не можем быть жандармом мира. Мы не можем быть полицейским мира. Мы не можем защищать страны во всем мире, при том, чтобы они нам не платили. Она этого не говорит, потому что у нее нету таланта бизнесмена. Мы должны какую-то элементарную способность в этом смысле иметь. К сожалению, у нее этого нет. Все, о чем она говорит, все это можно было бы сделать за последние 10 лет, когда она обладала большой властью. Но это не было сделано. И если она победит на этой гонке, то это не будет сделано. В этом году она стала первой женщиной, которую выдвинули на должность президента. Ранее вы сказали, я цитирую, она не выглядит как президент. Вот она стоит перед вами. Что вы имели в виду? Она не имеет соответствующей внешности. Она не выглядит как президент. Я сказал, что у нее нету выносливости. Выносливости. Я думаю, что ей не хватит выносливости. Чтобы быть президентом этой страны, нужна потрясающая выносливость. Подождите, подождите. Вы задали меня вопрос. Вы мне задали вопрос? Нужно иметь возможность вести переговоры по торговым сделкам. Нужно вести переговоры. Да, совершенно правильно. С Японией, с Саудовской Аравией. Можете себе представить, что мы защищаем Саудовскую Аравию и при всех тех деньгах, которые у них есть, мы их защищаем, а они нам не платят. Нужно говорить с ними. У вас так много всего, что нужно делать как президенту. Я не верю, что у Хиллари достаточно выносливости. физически, чтобы сделать это. Ну что ж, как только он сам съездит в 120 стран и будет там переводить переговоры по мирному урегулированию, прекращению огня или предоставлению новых возможностей для стран по всему миру или просто 11 часов пусть он потратит, выступая перед Конгрессом, дача показаний. Дайте я вам скажу. Посмотрим, как он это выдержит. У Хиллари есть опыт, но это плохой опыт. Мы так много плохих договоренностей заключили. Опыт у нее есть, с этим я согласен, но опыт это плохой. Плохой опыт. Будь то иранская сделка, которую вы так влюблены, когда мы дали им 150 миллиардов долларов назад вернули, или иранская сделка, любая другая, вы практически не можете назвать ни одной хорошей для нас договоренности. Я согласен, у нее есть опыт, но опыт это очень плохой. И наша страна не может позволить себе еще четыре года такого рода опыта. У нас еще, еще последние вопросы. Вот он попытался переключиться, да, с внешнего вида на выносливость, но этот человек называл женщин свиньями, лентяйками, и говорил, что беременность это неудобство для работодателя, что женщины не заслуживают равной зарплаты, если они не выполняют равный труд. И еще он говорил, например, что женщина, он, например, очень любит разные конкурсы красоты, и он вот одну из участниц назвал мисс Пигги, а потом он назвал ее госпожа-домохозяйка, потому что она была испаноязычной. Где вы об этом узнали? Ее звали Лачадов. Где вы об этом узнали? И она стала гражданкой США, и она может поспорить, будет голосовать за меня. Дайте мне вам сказать. Десять секунд, и потом последние вопросы. Лупит по мне негативными коммерческими рекламами Розио Доналл, я очень неприятные вещи говорил, Розио Доналл, и многие связаны с тем, что она заслуживает этого, никто не сочувствовал ей, но я хотел сказать нечто очень жесткое по отношению к Хиллари, ее семье, и я сказал сам себе, не могу я этого делать, не могу я этого сделать, это неприлично, и это некрасиво, но она потратила сотни миллионов долларов на негативную рекламу против меня, которая во многих случаях совершенно не имеет никакого отношения к действительности, и это не точно вводящее возбуждение информации, я скажу вам, Лестер, это некрасиво, я этого не заслуживаю, и это, безусловно, некрасиво с ее стороны, и это обошлось ей в сто миллионов, сотни миллионов долларов, и единственное, что из-за все эти деньги свыше 200 миллионов долларов потрачены, и мы практически на равных, я почти ничего не потратил. проиграет эти выборы. Вопрос к вам. Вы готовы принять результаты выборов как волю народа? Я поддерживаю наш демократический процесс, и иногда вы выигрываете, иногда проигрываете в этом процессе. Я, конечно, буду поддерживать окончательные результаты этих выборов. Я понимаю, что Дональд Трамп пытается поставить под сомнение результат, но я знаю, что есть люди, которые знают, что все это зависит от избирателей, зависит от вас, от ваших семей, от того, какую страну вы хотите иметь в будущем, поэтому я надеюсь, что вы выйдете на избирательные участки и будете голосовать, потому что от этого зависит ваша будущее. Господин Трамп, тот же самый вопрос. Вы примете результат выборов? Я хочу сделать, что Америка была снова великой. Мы страна, у которой серьезные трудности, мы теряем рабочие места, а эмигранты потоком льются в нашу страну. На днях 800 человек депортировались страны, может быть, они неправильную кнопку нажали, они нажали неправильную кнопку, а может быть, их очень хуже того, это была коррупция, но это были люди, которых мы собирались депортировать по важной, по уважительной причине и кончилось тем, что они стали гражданами, они стали гражданами. 800, а теперь, может быть, не 800, а даже 1800. Примите ли вы результаты? Я хочу сделать Америку снова великой страной, я смогу сделать это, я не думаю, что Хиллари сможет, если она выиграет, я абсолютно ее буду поддерживать. И на этом все. На этом я объявляю дебаты закрытыми. Мы очень многое охватили, хотя и не все, я этого и не ожидал. Следующие дебаты назначены на 9 октября и 19 октября в университете Невады. Мы продолжим наш диалог. Напоминаю, вице-президентские дебаты назначены 4 октября в Вирджинии. Огромное спасибо Хиллари Клинтон и Дональду Трампу и также университету Хофстро в Хемстеде. Спокойной ночи. Спасибо.